Януш Корчик. Как любить ребенка? Ребенок в семье. Как? Когда? Сколько? Почему? Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа, и сомнений, нуждающихся в разъяснении, и отвечаю — не знаю. Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка. Подчеркиваю, могут, а не хотят, а не обязаны. Вне знаю для науки первозданный хаос, рождение новых мыслей, все более близких истине. Вне знаю для ума, неискушенного в научном мышлении, мучительная пустота. Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших неожиданностей творческое не знаю современной науки о ребенке. Я хочу, чтобы поняли, никакая книга, никакой врач не заменит собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения. Часто можно встретить мнение, что материнство облагораживает женщину, что лишь как мать она созревает духовно. Да, материнство ставит огненными буквами вопросы, охватывающие все стороны внешнего и внутреннего мира, но их можно и не заметить, трусливо отодвинуть в далекое будущее или возмущаться, что нельзя купить их решение. Велеть кому-нибудь дать тебе готовые мысли — это поручить другой женщине родить твое дитя. Есть мысли, которые надо самому рожать в муках, и они-то самые ценные. Это они решают, дашь ли ты, мать, грудь или вымя. Воспитаешь как человек или как самка. Станешь руководить или повлечешь на ремне принуждение, или, пока ребенок мал, будешь играть им, находя в детских ласках дополнение к скупым или немилым ласкам супруга, а потом, чуть подрастет, бросишь без призора или захочешь переламывать. Ты говоришь «мой ребенок». Когда тебе и говорить-то это, как не во время беременности. Биение крохотного, словно персиковая косточка сердца — эхо твоего пульса. Твое дыхание несет кислород и ему. Одна кровь течет и в нем, и в тебе, и ни единая алая капля крови еще не знает, останется она твоей или его, или прольется и умрет, как дань, взимаемая таинством зачатия и родов. Кусок хлеба, который ты жуешь, материал ему на созидание ножек, на которые он встанет и побежит, кожицы, которая их покроет, глаз, которыми он будет смотреть, мозга, в котором вспыхнет мысль, ручонок, которыми он к тебе потянется и, улыбаясь, назовет «мама». Вместе вам переживать решающий момент. Сообща, станете испытывать общую боль. Но пробьет час. Знак готов. И одновременно он, ребенок, скажет «хочу жить своей жизнью», а ты, мать, скажешь «живи теперь своей жизнью». Сильными спазмами ты станешь его выталкивать из своего чрева, не считаясь с его болью. Мощно и решительно он станет пробиваться, не считаясь с твоей болью. Зверский акт. Нет, и ты, и он подвластны сотне тысяч неуловимых, легких и дивно точных импульсов, дабы, забирая свою долю жизни, вы не взяли больше, чем принадлежит вам по праву, всеобщему и извечному. Мой ребенок. Нет, даже в долгие месяцы тягости и часы родов ребенок не твой. Ты говоришь «мой ребенок». Нет, это ребенок общий, матери и отца, дедов и прадедов. Чье-то отдаленное я, спавшее в веренице предков, голос истлевший давно забытой гробницы вдруг заговорил в твоем ребенке. Три сотни лет тому назад, в военное или в мирное время, кто-то овладел кем-то, в калейдоскопе скрещивающихся рас, народов, классов, в согласие или насильно, в минуту ужаса или любовной истомы, изменил или соблазнил. Никто не знает, кто и где, но Бог записал это в книгу судеб, а антрополог пытается разгадать по форме черепа и цвету волос. Примечание. Антрополог, ученый, занимающийся изучением происхождения и эволюции человека. Конец примечания. Бывает, впечатлительный ребенок фантазирует, что он в доме родителей подкидыш. Да, тот, кто породил его, умер столетия назад. Ребенок — это пергамент, сплошь покрытый иероглифами, лишь часть которых ты сумеешь прочесть, а некоторые сможешь стереть или только перечеркнуть и вложить свое содержание. Страшный закон? Нет. Прекрасный. В каждом твоем ребенке он видит первое звено бессмертной цепи поколений. Поищи в своем, чужом ребенке эту дремлющую свою частицу. Быть может, и разгадаешь. Быть может, даже и разовьешь. Ребенок — и беспредельность. Ребенок — и вечность. Ребенок — пылинка в пространстве. Ребенок — момент во времени. Ты говоришь, он должен. Я хочу, чтобы он. И выбираешь для него, каким должен стать жизнь, какую желала бы. Ничего, что кругом — скудость и заурядность. Ничего, что кругом — серость. Люди суетятся, хлопочут, стараются. Мелкие заботы, тусклое стремление, низменные цели, несбывшиеся надежды, мучительные сожаления, вечная тоска. Всюду несправедливость. Цепенеешь от бездушия, задыхаешься от лицемерия. Имеющая клыки и когти нападает, тихая уходит в себя. И не только страдают люди, а им марают душу. Кем должен быть твой ребенок? Борцом или только работником? Командующим или рядовым? Или только счастливым? Где счастье? В чем счастье? Знаешь ли к нему путь? Да и есть ли такие люди, которые знают? Справишься ли? Как предвидеть? Как оградить? Мотылек над пенным потоком жизни. Как придать прочность крыльям, не снижая полета, закалять, не утомляя? Собственным примером? Помогая советами, словом и делом? А если отвергнет? Лет через пятнадцать он обращен к будущему, ты к прошлому. У тебя воспоминания и привычки, у него поиски нового и дерзновенная надежда. Ты сомневаешься? Он ждет и верит. Ты боишься? А он бесстрашен. Юность, если она не глумится, не проклинает, не презирает, всегда стремится переделать несовершенное прошлое. Так и должно быть. И все ж, пусть ищет, лишь бы не плутал, пусть взбирается, лишь бы не сорвался, пусть искореняет, лишь бы не разбил в кровь руки, пусть борется, только осторожно-осторожно. Скажет, я другого мнения, довольно опеки. Значит, не доверяешь? Не нужна я тебе? Тяготишься моей любовью? Неосмотрительное мое дитя, не знаешь ты жизни, бедное, неблагодарное.